В 2022 году проходят выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 7-го созыва. Они проводятся на основании постановления Законодательного собрания Краснодарского края. Назначена и дата выборов – 11 сентября этого года. Мы будем избирать не только депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, но мы будем также избирать глав четырех поселений. Это у нас Протокское поселение, Рисовое сельское поселение, Анастасиевское сельское поселение и сельское поселение Голубая Нива. Также будут избираться депутаты Славянского городского поселения по двум округам и депутаты муниципального образования Славянский район тоже по двум округам. В этом году голосование будет проходить в течение трех дней – 9, 10 и 11 сентября. Жители Славянского района смогут проголосовать в эти дни с 8 утра до 20.00. В случае, если вы не можете прийти в помещение для голосования по уважительным причинам, то с 1 сентября и до 14 часов 11 сентября 2022 года обратитесь в вашу участковую избирательную комиссию лично и подайте письменное заявление либо по телефону. Также можно передать устное обращение через других лиц. С 25 июля начали работать пункты приема заявлений. Поэтому те граждане, которые не смогут прибыть в день выборов, это с 9 по 11 часов на избирательный участок, они могут прибыть сегодня в территориальную избирательную комиссию или с 31 участковой избирательной комиссии, подать заявление, проголосовать на том избирательном участке, где они будут находиться. Но это, опять же, только жители Краснодарского края. Так, если вы планируете находиться с 9 по 11 сентября в путешествии или командировке в пределах Краснодарского края, к вашим услугам технология «Мобильный избиратель». А еще заявление можно подать с 25 июля по 5 сентября через единый портал госуслуг и во всех филиалах МФЦ. Границы избирательных участков в Славянском районе не изменились в сравнении с прошлым годом. Список адресов помещений опубликован в газете «Заря Кубани» от 22 июля 2022 года. Это проявление гражданской позиции, потому что у нас есть право голосовать. Мы должны отдать свой голос за того кандидата, за которого считаем нужным. Ведь от этого зависит наше с вами будущее. Я считаю, что мы, как граждане России, должны выразить свое волеизъявление, прийти на выборы и проголосовать. Обязательно нужно ходить на избирательные участки. Мы все-таки выбираем свое будущее. И от нашего выбора зависит, что непосредственно будет в нашей стране, и что будет с нашим руководством, и что будет с нашим народом. Каждый, кто достиг совершеннолетия, тот должен обязательно пойти на выборы. Потому что каждый человек должен проголосовать, кого он считает достойным. «Да, я знаю, что будут выборы, и обязательно пойду голосовать для своего будущего, для будущего района, края. Я считаю, что все наши жители нашего района должны голосовать». Удобный формат для волеизъявления дает возможность каждому определить место и время для того, чтобы сделать свой выбор.